так всем привет с вами маньч сегодня мы будем делать смотр на star citizen ангар он появился недавно так что не многие как бы многие могли увидеть но не многие увидели поэтому я спешу наверстать упущенное и сделать свой такой вот летсплейчик небольшой того что же нас ждет в этом самом ангаре причем ангар самый простой делюксовый шутка не делюксовый причем ангар у нас будет самый простой дисконтный так что вперед нажимаем launch и сейчас мы узрим то что нам подготовили разработчики как мы видим у нас тут star citizen squadron 42 при поддержке край engine 3 работа движка прослеживается не в полную не в полной степени но это только начало поэтому разработчики будут делать все возможное чтобы наверстать упущенное принципе упущенного не так и много времени прошло тоже не так много каламбурчик но имеем то что имеем имеем и немного так вот мы появились в ангаре нажимаем f1 это у нас видят третьего лица и начинаем смотр немножко даже притормаживает несмотря на то что у меня довольно таки мощный комп так звуки есть звуки шагов есть и сразу бросается в глаза то что под ногами у нас текстурки не исчезают то есть на games коми они были квадратиками беленькими на же все тут чики-пуки так сразу подойдем к консольной панели на скриншотах можно было видеть какую красоту изображали разработчики в партах значит освещение 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 по освещению сказать плохого ничего не могу то есть у нас как бы лучше все цивильно теней не видно это плохо то есть ну как полноценная оценка освещению дать мы не сможем но все равно хоть что-то так плохо что теней нет а вот появляется что-то что-то задатки какие то есть но не до конца так давайте рассмотрим костюм поближе поближе так отдалить приблизить никак у нас не получается гупник поза гупника семки есть а так стали ладно костюмчик принципе сидит отлично сзади так а сверху можно посмотреть не спеть спереди никак не получается поворачивается в любом случае ну да ладно до того штука которая возле головы это для скафандра скорее всего так ну что пошли дальше смотреть плохо что приблизить нельзя тем самым нельзя посмотреть на текстуре поближе но мы видим вот в углу принципе объекты отдельные то есть даже вот маленькие трубы они вроде бы ни одной текстуры это хорошо детализация на высоком уровне можно так сказать так вентиляция работает отлично от угарных газов о вот эти какая особенность вращаешь камеру и она как плавно 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 ходит и немножко под углом то есть такая вот картина как будто ты пьяный и смотрите вот не знаю будет видно на стриме или нет артефакты от корабля остаются превращение так мощная дверь ангара прям такая мощная сделана из многочисленных листов старым методом клепания мы видим заклепки такие мощные в принципе огонь 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 видим что моделька двери она достаточно сложная если считать относительно простого цельного листа который мог бы быть закрашен однородной текстурой так мы что-то с освещением все-таки не то потому что ладно проехали освещение пока так вот ноги у нас нету прикольно это у нас получается этот какого протез ебки так ладно бегает чувачок резово что-то тут должно было быть на этой стене но его нет и поэтому и поэтому такие артефакты получаются у нас нет не до загрузилась наверно потому что модуль докачивал там три патчи каких-то не по 50 метров каждый ну что-то по ходу по ходу патчинга поломалась так стоят три ящичка одна какая-то батарея красиво так все подсвечивается лет подсветочкой принципе текстуры мне нравится посмотрите вот это это неоднородная заливочка неодно неоднородная зале пуха такая вот такие вот отдельные части видны даже замок вот все прям так выделяется красиво красиво так ладно значит что сказать по ангару разработчики сначала дали нам посмотреть на ту технику которую мы купили но сейчас доступны в данный момент не все корабли а только аврора трехсотая модель модификации трехсотой модели и харнет по моему я уже не помню точно значит я купил себе как мы как вы можете видеть из лейбла корабля origin 315p это explorer модель исследовательская на ней уже установлены орудия правда их количество один штука на той стороне еще одна так два посередине ничего нету посередине у нас один двигатель не двойной обычный ну наверняка мощный потому что исследователь придется летать на дальнее расстояние поэтому мощность что прям на край галактики можно было сразу залететь так шоссе давайте в наше оси посмотрим шоссе они такие такие колесики маленькие сразу скажу для такого корабля проводки отдельно идут вот как удалось приблизиться то ну видим что под крылом уже текстуры они как бы понятное дело на них никто так сблизи смотреть не будет но там они никому не нужны сами видите правильно чтобы ресурсов меньше забирала но сама нижняя часть крыла она вот видите даже текстуры с отражением то есть можно увидеть пол самого героя смотрите даже самого героя можно увидеть это хорошо так интересный момент конечно душу ладно поднимемся по лестнице давайте лестницу посмотрим кстати лестница 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 сделано тоже достаточно хорошо каждая ступенька она она даже с дырочками посмотрите каждая дырочка на ступеньке она просвечивается это вообще супер прям к детализации не придраться но если не учитывать текстурок замазанных кое-где так в ролике можно было прыгать ну давай все порезали фичу да я же хотел о все нормально вот так вот нехитрым маневром можно запрыгнуть на крыло своего собственного космолета так орудия орудия не могу посмотреть на дуло сколько там граней но судя по всему нет все таки не видно так 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 а йопты ну сказать честно круглая не прям такой шут до миллиметра но круглая это тоже свидетельствует о том что разработчики к своему делу подходят на достаточно высоком уровне не зря они такие бабки получают 17 миллионов 17 миллионов заработали заработала игра да за эти бабки можно блины не знаю что сделать беларусь можно купить так сравните масштабы крепления даже того вот там где я стою вот это вот металлическая штука это судя по всему крепления то есть она в ширину больше метра где-то будет то есть пушка у нас получается в длину раз два три четыре пять где-то пять пять метров получается огневую мощь мы в данный момент посмотреть не можем огневая мощно будет продемонстрирована в док файтах попозже уже это уже будет альфа версия это у нас ангарта при при альфа считается там мы будем тестировать свое судно вдоль и поперек что называется так здесь у нас мостик внезапно кончается хотя вроде бы должен продолжаться вот прям до туда пройдем или нет да видите смотрите текстуры нету но я здесь стою то есть что-то у нас тут не до загрузилась так попробуем пробраться выше видим что фонарики есть свет рассеивается достаточно мощно но недалеко так даже тут у нас по два фонарика стоит хвостовой части так идем дальше на крыше у нас крепление еще для чего то есть для чего наверно узнаем потом с этой стороны тоже по две штуки скорее всего это для орудия чтобы превратить наш исследовательский самолет космолет в более боевую машину смотрите как смотрится сзади не воздуха заборника водорода заборник получается у нас то есть водород поступает через это отверстие в двигатель там короче сгорает высвобождает энергию и мы движемся вперед будем бороздить просторы да так как как попасть то сюда нет юз юз почему юз не работает ф мотива вот попадаем мы таки в кабину пилот сам осматривается берет за штурвал звука нету вроде бы что-то тренируется дергает на себя типа взлетает